Я рада вас приветствовать на моём канале. 21 марта, 8 марта по старому стилю отмечается народный праздник «Весенний солнцеворот», «Вербоносица», «Вешнее равноденствие». Этот народный праздник считается одним из самых главных в годовом цикле. Ведь именно сегодня происходит весеннее равноденствие. К тому же 21 марта чествует вербу. Обычно к этому числу она как раз распускается. Именно поэтому данное торжество в народе и получило название «Вербоносица», «Весенний солнцеворот», «Вешнее равноденствие». Сегодня по церковному календарю почитается апостол Ерма. Очень часто на 21 марта преподает весеннее равноденствие. В 2024 году весеннее равноденствие было 20 марта. Народные приметы на 21 марта говорят о том, что сегодня каждый человек может привлечь в свой дом настоящее счастье. А еще они предупреждают о том, что категорически не заделать в этот праздник. Сегодня действует главный обычай – призывать счастье и достаток в дом. Так как этот день связан с вербой, которая сегодня особенно почитается, то именно с этим деревом и связаны приметы на 21 марта. Считается, что сегодня до полудня нужно пойти и выломать несколько веточек вербы. Вербу нужно принести в дом и поставить по веточке в каждой комнате. Верба сегодня притягивает много счастья, успеха, здоровья и достатка. Где верба стоит, там и благополучие водится. А вот что же категорически не заделать в этот праздник? Нельзя лукавить и обманывать, нельзя выкорчевывать и сжигать вербу. Нельзя сегодня начинать новые дела, нельзя отправляться в дальние путешествия. В этот день принято приносить домой ветки ивы или вербы. Они могут изгнать все неприятности, ссоры, недуги, бытовые невзгоды. Этими ветками хлистали всех членов семьи, начиная от ног и заканчивая плечами. Вербу использовали и как лекарство. Снимали кору и высушивали ее в помещение с хорошей вентиляцией. Когда она подсыхала, делали сбор. Липовый цвет, ивовая кора, малина и анис. Ими мыли волосы, чтобы они росли густыми и блестящими. Использовали при ангине и стоматите. Отвары дубовой и ивовой коры смешивали и вливали в ванну, которую принимали при болях в ногах. На вербоносец в 21 марта хозяйки выпекали фигурки жаворонков. Они считались райскими посланниками, которые приносят на своих крыльях тепло. И раздавали их всем членам семьи, чтобы они их подкидывали и ловили. Считалось, что так можно привлечь в свою жизнь достаток, здоровье и благополучие. Красили яйца в разные цвета и наносили знаки обереги, олицетворяющие землю, солнце и плодородие, а также обновленную жизнь. Их съедали за семейным ужином. Хозяйки дома в весенний солнцеворот читали различные заговоры, которые защищали от болезней, безденежья, голода и других проблем. Обычно этим занималась самая старшая женщина в семье, но не запрещалась и другим. Считается, что сегодня лучше не строить планы и не начинать новые дела, а то могут не осуществиться. Считается, что верба в доме прогоняет все плохое, а хорошее призывает. Приметы на 21 марта говорят, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то значит, ваша любовь будет счастливой и крепкой. Если сегодня тело слегка похлёстывать вербными веточками, то все болезни уйдут. Этот день наши предки считали необычным, поэтому и многие приметы, объясняющие, что нельзя делать 21 марта в день весеннего солнцеворота, связаны с особенностью этой даты. Световой день к этому времени прибавляется до такой степени, что становится равен темному времени суток. И на 21 марта часто приходилось весеннее равноденствие, поэтому и запрещается народными приметами ложиться в этот день после полуночи. Нарушивший этот запрет возьмёт с собой в длинные дни все неприятности, а ему о себе напомнят старые проблемы, которые, казалось бы, были уже решены. 21 марта нельзя раздавать традиционные для этого дня булочки в виде жаворонков чужим людям. Их должны есть только члены семьи. Исключение делалось лишь деткам, которым ещё не исполнилось 14 лет. Они обязательно желали за угощение хозяевам благополучия и радости. Запрещалось в день весеннего солнцеворота сажать вербу. По приметам, ослушавшийся запрета может скоро умереть. Не нужно 21 марта строить планы, а также браться за новые дела. Задуманное не осуществится. Не стоит в этот день злиться, можно навлечь на себя большие неприятности. Нельзя в день весеннего солнцеворота держать дом в беспорядке, иначе членов семьи замучают вечная суета и нескончаемые хлопоты. Чтобы этого не произошло, 21 марта нужно навести повсюду порядок. Подмести, помыть пол и вытереть пыль. Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве или только с семьёй. Для того, чтобы год прошёл удачно и принёс прибыль и удачу, надо созвать гостей, накрыв стол и придумав разные развлечения. Нежелательно сегодня с кем-либо ссориться, поскольку тогда до осеннего равнодействия невозможно будет наладить дружеские отношения. Нельзя в этот день класть деньги в копилку, на депозит или же откладывать на чёрный день. Отложенное очень скоро будет потрачено, да ещё придётся взять старые денежные запасы. Что же можно и нужно сделать в этот день? Увидеть любимого человека в этот день означает, что впереди пару ждут счастливые и радостные любовные отношения. Поэтому всем влюблённым приметы советуют обязательно встретиться в этот день. На весенний солнцеворот надо принести в дом вербу. Тогда всё плохое надолго уйдёт из жизни. 21 марта нужно слегка похлёстывать вербными ветками детишек. Тогда они будут расти здоровыми и смышлёными. Если птицы гнёзда вьют с южной стороны, значит лето не будет радовать теплом. Туман в этот день сулит заморозки. Сегодняшняя погода расскажет обо всех летних месяцах. Следует ожидать тёплую весну, если жаворонки вернулись. Если облака высоко в небе и бегут стремительно к потеплению. Если дожди в этот день, осадки ещё неделю будут идти. Много звёзд на небе в смене погоды. Если верба в доме начала подать к болезни. Если ивовая ветка, сорванная сегодня, поломалась к неприятностям. Кто в этот день вербу посадит, тот скоро умрёт. Если у хозяйки дома печенье и жаворонки будут подгорелые, прибыль нужно ждать. Кто в этот день в любви признается, того ответные чувства ждут. Сегодня нельзя думать о плохом, оно обязательно сбудется. В этот день считают особый заговор на ивовые ветки для семейного благополучия. 21 марта ивовые ветки связывали друг с другом красной лентой. И говорили такие слова. Веточка к веточке, перевязана красной ленточкой. А на добро и радость мой дом принесёт. Будем мы все вместе, единым целым. Никто нас не разорвёт, никто не рассорит, никто из дома не уведёт. Ни злой глаз, ни любовный соблазн, ни болезнь тяжёлая, ни беднота нищенская. Так тому быть, так тому бывать. Затем эту иву ставили в вазу, в которую не наливали воды и прятали у икон. Получался прекрасный оберег, который не потеряет свои силы в течение всего года. Через год ивовые ветки сжигали, а пепел рассеивали по ветру. Ленту эту можно было снова использовать. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok